Вкусные? 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 Сейчас я сделаю тебе двенушку на удивление как негра черного. Видите черного негра? Итак, тебе понравились они? Ну, ешь они. Сейчас я тебе сделаю. Фу. Они чувствуются как ромашка. Да? Моя ромашка. Мам, знаете, я поставлю не настоящий блок. На самом деле она вот так вот ромашка, ромашка, белый. А я закраску делаю. Чем пахнет? Ты же мой носик, понюхай. А я поставлю подставку. Чем пахнет? А? Не знаю. Ну, чем? Не знаю. Ну, не знаю с чем примерно. Молоком или кефиром? Кефир. Молоком или кефиром? Смешная. 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 Нужно что взять? Яйца. Я буду разбивать яйца. Хорошо. Так. Сейчас я пойду. Я тебе скоро лук не буду разбивать. Все. На яйца. А у нас не хватит яйца теперь. Хватит. Нам надо максимум. Мука, молоко. Масло мы возьмем то. Я буду разбивать яйца. Давай. Два. Молодец. Открываем. Помощница. Помощница, давай. Видишь? Я сказала без коробки. Я знаю. Ты уже давно умеешь. Ой. Получилось. Ты вроде меня тут угол ударила, поэтому так получилось. Молодец. Вот здесь коробка. Ничего страшного. Крылка маленькая. Сейчас мы вытащим. Ты руки мыла, когда пришла с улицы? Нет. Ну иди тогда помой и приходи. И ты. Я помою. А я тебе ничего не делаю. Хорошо, ничего не буду. Только ингиденты должны. Я, 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 я. Хорошо. Добрый вечер, мои драгоценные. Почему такая темная? Получается не так темно, что получается такой темный. Так, вижу горш. Чтобы не собреть. Вот молока. Привет. Анжелинка любит мои блинчики очень сильно. Выпросила, чтобы я их приготовила. Конечно же, я не могу их давать. Все. Подожди, отойди чуть-чуть, отойди чуть-чуть, пожалуйста. Я бы сразу. Так, ничего не было. Ага, я сама. Смотри, мы берем стакан вот такого молока. Угу. И мы его подогреваем. Потом в ковшик его выливай. Угу. Это нам надо подогреть. Угу. Окей? Сейчас я поставлю подогреваться. Угу. Или пока орешки. Да. Один стакан такого молока мы должны просто добавить в воду. Ой, в воду, в яйца. Я. Подожди, сначала, прежде чем его добавим, нужно сюда добавить чуть соли. Вот твоя любимая ложечка. Микро-кукро-ложечка такая. Давай, бери розовую соль гималайскую. Насыпай. Все. Все. Этого хватит. Соль мы сделали. А сахара я выкинула весь. Из дома. Хорошо. Это, это хорошо, значит. Я теперь не люблю сахар. Да? А вот эти дети ели вот так. А собаки-то как ели сахар. Так, а шоколадки-то у нас нет вейка, что с чем будем брунчики есть? Есть, есть. Потом. Сейчас мы яйца, значит, делаем. Яйца мы пока делаем. Давай сбивай тогда мышицу. Ну, только ноги-то не трогай. Руки помыла, ноги не трогай. На, сбивай с солью вот этот вот. Нет, нет, это потом. Сначала сбивай. Почему так темнота? Что за темнота? Темнота, темнота, темнота. Как же зависать? Как же подогревать телефон? Ой-ой-ой. Свет помады я сделала сэмпл, ребят, свой. Сейчас буду запускать, не скоро. Не дождитесь. Почему такая темнота? Не понимаю. О конкурсе я рассказывала в предыдущем сэкономимом видео, ребят. Чтобы конкурс запустить, должно участвовать 100 человек. Я не вижу вообще, кроме 20 человек, я не вижу активности. Поэтому где вот начнется, когда 100 человек в эфире каждый день будет? Уже сбила. Почему конкурс называется 100 и у всех 100? Потому что 100... Я давай забью. Мы договаривались так, что 100 человек выходят в эфир ежедневно. И моя золотая сотка начинает розыгрыш. Я добавляю вас, добавляю, конечно, захожу к вам в эфире. Я не вижу 100 человек в эфире. Я вижу 20 человек в эфире, не больше. А этого недостаточно. А, мы уже вот здесь все отключили, кстати. О! Ура! Да будет все, я сказала. Все видит ля-ля! А вы только загрузили сегодня. Так что, если вы... Все видит ля-ля! Все видит ля-ля! Давай, давай. Если вы сегодня загрузили, то у нас природили. Так что давайте эфирчики запускайте. Все видит ля-ля! Так что, я запустил готовый. Все видит ля-ля! Так, соль мы добавили. Посмотри, сахара у нас нет с тобой. Поэтому, что мы будем делать вместо сахара? Ничем ты... А, ты будешь их с кленовым сиропом есть, да? Да! Точно! Тогда тебе соль нужно. Все, теперь смотри, мы взбили яйцо с солью, типа с сахаром. Сахара нет. А потом мы сюда добавляем холодного молока с сахара, с которым мы заранее добавили. Сейчас я покажу людям, чтобы они знали рецепт. Видите, холодное молоко полное. Давай, добавляй сюда. Молодец! Снова взбивай это все. Взбивай. Взбивай какой. Да. Ну, попробуй. Ну, попробуй. Теперь мы берем соду. Ээээ. Это я сейчас попробую. Попробуй, попробуй. Нету вкуса. Так, теперь соду берем. Только яйца просто и все там. Ну да, яйца только все с лаком. Берем соду. Я буду. Сейчас, подожди. Сода. Высыпаем туда. Ну, на кончике, наверное, чайной ложки. Высыпаем соду. Еще чуть-чуть. Можно? Угу. Соды погасили яйцо с молоком. А теперь, если там вкусно... На то и взбили предварительно. Подожди, я дай покажу вот так. Не наоборот. Да? Теперь самое главное. Не говарять мукой. Угу. Так, погасили соли, да? Мне кажется, еще микрокапливаем. Давай. Дядя! Интернет плохой здесь. Да, да. Еще телефон не отбился. А, вот сахар-то у нас был. Ну ладно, мы как-то отбили. Что у нас было? Ну ладно, мука. Мука, ну ладно. Мука, вот она. Я буду добавлять. А мука попробую, как она вкуса. Так, мука, это мука металая, то пшеничная. А там мука белая. Я не буду. Нет, ну не шестьсорчик. А? Я умею это сыпать. Рукой? Я знаю, что ты умеешь. Сейчас я посмотрю. Подожди, не рукой, а нож. Большой, мальчик? Большой. Ура! Нам нужно десять столовых ложек насыпать. Давай. Десять. Только не надо на себя. Осторожненько. Вот здесь вытаскиваешь, сразу здесь. Давай, Путаш. Давай, Анчени. Сейчас ты в футбуке. А-а-а. Вот так. Я поняла. Давай я тебе вот так вот дам. Бери правую руку. Три уже сделала. Анжели, не надо наверх вытаскивать. Вот так вот руку сделай. Дай, отпусти. И вот так вот их собирай. Давай, вот так дай. Четыре давай. И сама. Да, четыре. Пять помощницы. Давай. Шесть. Шесть, молодец. Семь. Нет, это было шесть с половиной. Давай, семь. Восемь. Девять. Давай пока, подожди, посмотрим девять. Обычно десять, но девять десять. Дальше что у нас происходит? Подожди, дай, 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 я покажу, какая консистенция должна быть. А сейчас попробуем. Она должна быть как густая сметана. Подожди, не трогай, не трогай, пальцы бери. Видно, не видно? А я. Подожди, я покажу консистенцию. Видите, она как густая сметана, вот такая. Сначала держи. А я не знаю, что сделать. Я сначала попробую. Давай, теперь миксуй. Ммм, очень вкусно. Да? Миксуй давай. Миксуй, миксуй. Так, мне нравится. Миксуй. Тяжело, да? Это как кефир. Тяжело, да? Как будто мы кефир смешаем. Тяжело, да? Нет. Очень простая задача. То есть, я тесто загубила. Загустила, да? Да. Давай, я сделаю. Надо чётко перемешать. Тщательно перемешать. Так вкусно? Пальчики обрежешь. Да ладно. Ну, что перестань ковыряться пальчиками. Ажи. Я кому... Кому сказал? Всё, больше не дам. Во-первых, во-вторых, не надо. Это не полезно есть сырое вот это вот. А почему? Ну, что в этом хорошем? Привет. Ну, тебе тяжело. Я же знаю, руки не тяжело. Я занял. Не тяжело вообще. Просто я закалка. Задака, задака. Баттика, чичака. Так, давай. Молоко уже загрелось. Нет, молоко мы ещё не стали греться даже. Потому что оно быстро греется у нас. Нет, Анжилишка правша. Спрашивает, лишат или правша? Нет. На всё, наверное, хватит. Дай посмотрю. Этого хватит. 9 ложек достаточно. 9-10 ложек. Обычно. Уходит. Белой муки, обычно белой муки. Как она называется? Высшего сода. Так. Подожди. Анжелина, подожди. Мне нужно взбить все комочки. Мам, очень, очень холодно. Мама, я хочу орехи подъесть. Не, я орехи не буду есть. Нет, орехи. Не, у меня спрашивают, буду ли орехи есть. Я обычно ем блины или нет, Анжелина? Нет. И да. Обычно ты ешь. Ну, когда не на середине, я ем, конечно. Мама, а можно мне, пожалуйста, ложку, которая будет видеть? Вот эта. А что ты будешь есть? А, семечки? Да. Понравились тебе льняные семечки? Они очень полезны. Ты должна их кушать, если они тебе понравились. Сейчас я дам, где ложечка? Стой. Она где, в соде, что ли, осталась? Думаю. Ну-ка, срочно, коронечку. В соде осталась. Сейчас я убьюсь. Точно, куда-то осталась. Слазная ложечка, да? Или говорят? Сейчас, подожди, у нее. Да. Так, млечки почти готовы. Тесто длинное почти готово. Осталось только разогреть молоко. Тот стакан, ту кружку 250, которые... Интернет плохой. А в чем выражается плохой интернет у вас, ребят? А вы любите орехи? Это не орехи, вот сюда повыше, если хочешь показать. Это семена. Вы любите это? Выглядит, как маленький букашки, если честно. Вы любите? Она вкусная. И поливная. Мама, эти орехи мне понравились. Понравились? Понравились. Понравились? Я вам рекомендую этот рецепт, как вы приготовите. Потому что это самые лучшие блины ever. Которые когда-либо только мы... Я пробовала. У меня моя няня как-то из него готова. Вот. И что сейчас надо сделать? Сейчас нужно скипеть... Не скипеть, а подогреть молоко, которое осталось. Как у вас печка работает моментально? Моментально? Мам, а у меня семена туда? Семена нет, туда не надо. Почему? Не надо. Почему? Это кто? Никто. А я сейчас подожди подогрею. Будем выливать сейчас. Будешь выливать? Это кто? Никого там нет, Анжель? Это был богатый. Давай в этот самый... Сейчас... А, оливковое масло надо сейчас приготовить. Оливковое масло? Да, будет надо богатый оливковое масло. Я буду обновлять. Лоу, мистер Пинк. Мистер Пинк! Смотри. Смотрите. Слушай, получилась вот такая вот, как бы... И кладоченница. Да. Для того, чтобы делать блины... Для того, чтобы делать блины, то нужно, конечно же, тесто гораздо тоньше. Не такое толстое. Поэтому мы его должны сейчас разбавить этим горячим молоком. О, оно уже подогрелось. Так, в молоку горячее анжелина разбавлять буду я. Потому что это опасно, потому что ожечься. То есть, молоко горячее, оно, видите, с... И чувствует рука, как становится тесто все тоньше и тоньше. Анжелина, ну что ты делаешь, доченька? Ты все просыпала, ну пожалуйста. Ты по всему столу, ты даже не игрушки. Ты затолкала руки и вот так вот это играешь. Ты что, леопард, что ли? Угу, я леопард. Смотри, так, ну-ка, дай посмотрим ложкой. Уже достаточно. Это не поле с чего. Ну, прости, не специально тебе. Давай, пойдем. Бриджики, вы готовите, позову? Угу. Ну, хорошая. Так, все, тесто готово. Сейчас я покажу, какое. Просыпала все семена по столу, Анжелина. Еще руки затолкала, и в нее так играет ими. Иди убирай. Так, батарейка садится. Уже 10% батарейки осталось. Давай сейчас самое интересное будет, жарится мы будем. Во-первых, масла ты сейчас еще не добавила. Ну, как без масла мы будем, естественно, их делать? Давай. Давай. Залезай. Итак, тесто должно получиться вот такое. То есть оно же такое, как водичка. Вот, как водичка. Можно, можно. Но оно невкусное, Анжелина. Ну, пальцы-то по локоть не отпускай туда. Попробовать со стенки можно. Зачем вот это ты делаешь? Чтобы все облить и все из лям. Анжелина. Ты же взрослая девочка. Ну, как тогда они берут вообще-то? Как, как? Вот так сбоку здесь взяла, попробовала и все. Как? Вот так. Ну, не в тесто же отпускать руку. Да, вот так. Пальчиком. Вот так. Все, этого достаточно тебе. Нет. Теперь нужно добавлять туда оливковое масло. Я буду. Давай. Смотри, 4-5 ложек оливкового масла будем добавлять. Держи, я буду наливать, а ты будешь... Это что? Держи ложку. Я буду наливать, ты будешь опрокидывать туда. А теперь я не могу наливать. Потому что ты не нальешь ровно. Давай. Опрокидывай. Раз. Только, ну, понежнее, Анжелина, чтобы... Два, да. Чтобы не летело до потолка. Три. Четыре, подожди. Ну, все, четыре. Так, молодец. Что получилось, ребят? Смотрите, я вам покажу сейчас, как получилось. Вот именно, что фу. То есть, вот столько масла, и не нужно стесняться, что это масла столько много. Это масло не позволит, чтобы блины пригорали. Поэтому сейчас мы пока уберем отсюда. Я буду кладывать туда. И потом это все тоже... Попробуем. Все это перемешиваем. Оливок теперь. Не любишь. Не любишь оливка. Ты ела каждый раз мои блины с оливкой. И не любишь, типа, это оливы. Конечно, ты любишь. Ты когда не знаешь, что это оливы, ты ешь, как миленькая. Ну, потому что... Мука просто высшего сорта белая мука. Ну, потому что они внутри не чувствуются. Конечно, внутри не будет чувствоваться. Не переживай. Вот. Итак, дальше что? Спасибо вам большое еще за подарок. Я не буду задание делать. Ну, не будешь тогда убирать стул, отходи отсюда. Давай. Вот. Тесто готово. Теперь нужно что? Нужно взять сковородку и раскалить ее. А главное со мной. Если сковородка не будет раскаленной до беспредела, тогда не получится. Анжелина сейчас будет горячо, поэтому уходи отсюда. Вот сюда. Ну, сейчас будет горячо, доченька. Сейчас будет опасно. Начинается. М-м-м. М-м-м. Итак. На блины сейчас все прискочат, поверьте мне. Сейчас только мне осталось это начать делать и все. Да, уже я делаю. Я беру вот такую сковородку. У нас просто еще и плита, такая определенная, которая не все сковородки. Допустим, тонкие блины и сковородочки, она не читает их. И я беру просто вот такую сковородку. Я могу делать на любой. Но для меня самое главное, допустим, чтобы была вот такая штучка. То есть тот... Как его называть? Шпателек, я не знаю. Тот, который тоненький. Ну, это нас... Тот, который тоненький. Ну, это насилик. Ну, сейчас мы передвигаемся сюда. Я тут настолько выжималку приноровилась ставить свою... Как это называется? Свой телефон. Итак. Да, лопатка, умница моя. И сковороду я сейчас буду передвигать. У нас такая плита, это просто вообще... Она за секунду, за секунду, меньше чем за минуту кипятит воду. Не только воду, молоко, неважно что. Очень-очень-очень мощная. Так, сначала ставлю на максимум, сковородочка прям, можно сказать, до дыма разогревается. Абакар, чё как хочешь? Вот. И сначала... Привет, ребят. Сначала мы её разогреваем, а потом уже чуть-чуть добавляем. И главное самое смазывать маслом. Что такое? Ну, это мажено. Да он ударил, потому что ты не слушаешься, вредничаешь. Боженька тебя наказала. Сказалось, если ты не будешь слушаться, Боженька тебя всегда будет наказывать. Нет. Вот сейчас так же произошло. Это неправда. Ну, как неправда? Только ты не слушаешься, вредничаешь, убежал. Осторожно, если горячо. Это неправда. Это я не долго. Смотри, мистер Пинк тебе отправил лолипоп, конфетки. Где? Вон. Мне надо поесть. Ага, поесть. Стой, осторожно. Иди, посмотри. Не субит. Салют. Это что? Это тебе конфетки. Видишь, лолипоп, конфетки. Скажи, мистер Пинк, что тебе конфеты нельзя. Скажи ему. Ну? Почему? Он же не знает, что тебе нельзя конфеты. Отправляй тебе конфеты. Тебе нельзя, Шубер. Не можешь. Ага, конечно. Итак, сковородка задымилась. Анжелечка, теперь ты отсюда отходи, дорогая. Давай. Садись, садись. Киса, я тебе повторяю еще раз. Ты меня ударила. Я тебя не ударила. Перестань, что ты придумаешь. Садись, пальчик ударила. О, боже мой. Смотри, сейчас ты рассыпаешься. Дай мне салфетку вон ту, оторви, пожалуйста. Анжелина, ну ты помогай маме, я тебе делаю блины. Ну, я хочу, чтобы ты все сломала. А ты мне не разрешай помогать. Не, ну, когда сковорода горячая, конечно, я тебе ничего не помогаю. Не разрешаю. Давай, принеси мне салфетку. Киса, ну, не играй. Киса, ну, принеси салфетку маме. Будь помощницей. Я всем рассказала, что ты помощница, хорошая девочка. А в итоге? Принеси салфетку. Все, хорошо тогда. Я с тобой сегодня не разговариваю. Наливаем немножко. Тебе мистер Пинк салют присылает, смотри. Бери. И любовь, лав. Бери. Спасибо, дорогая. Молодец. Иди посмотри тебе мистер Пинк подарки. Нет. Осторожно, тарелка сейчас упадет и разобьется, как сегодня кружка разбилась. Отодвинь ее. Хожу тут для себя. Не ребенок, а чудо какое-нибудь. Я просто беру салфетку, допустим, да, такая, как она называется, столовая салфетка, которую, видно, да, такая плотная с узором. И в легкую ей разогревают сковородочку. Сковорода у меня уже просто задумилась, она должна задумиться. Если сковорода не задумилась, имейте в виду, что блины будут прилипать и так далее. Это вам нам не нужно. Поэтому ждем, когда она разогрелась конкретно. И еще, кстати, я буду использовать масло. Вот такое, cold-pressed butter. Оно, так как мы добавляем молоко туда, то я не советую брать сливочное масло. А я беру такой cold-pressed butter, кокосовое. Любимая, если ты будешь смотреть, тогда иди туда. Давай. И посмотри там, потому что вот и что, я с тобой буду разговаривать, и ты, я тебя позову. Итак, сковорода задумилась, еще раз показываю, пятый раз уже. Я беру салфеточку. И просто салфеткой очень важно хорошо смазать сковородочку. Вот. То есть мы не ставим сковороду после этого на плиту. Это тоже важно. А то сейчас, видите, уже она дымится. Если ее поставить, она будет прогорать. И я вам сейчас покажу, как нужно делать эти блинчики. Вот берем половник. Тут целое искусство. Их нужно выливать. Выливать так, чтобы они равномерно ложились. Конечно, плохо видно, как вообще все происходит. Но сам факт, что происходит. Видно, да? Теперь, значит, я ставлю снова на плиту сковородочку. И уже смотрю и наблюдаю за краем блинчика. Когда он начинает становиться румяным, нужно уже переворачивать. У меня, ну, у каждого плита своя, поэтому количество времени, конечно, проходит у каждого разное. Прежде чем вы будете переворачивать. Достаю для этого огромную тарелочку. На которую выкладывать блины. И вот эту вот лопаточку, мне нужно обязательно обмакнуть в масло. Чтобы, когда я буду ее блинчики свои со сковородочки снимать, она у меня легко и просто снимется. У меня никогда за всю жизнь не было, не было пригоревшего первого блина кома. Так что... Вот. Сырый день хорошо. Спрашивает кто-то, как удается держаться от запаха, а я не слышу запахи. Вот поэтому, смотрите, уже подогреваются сбоку. Видите, он даже его не надо собирать. Его можно, если честно, перевернуть в воздухе. Давайте попробуем. Опа! Получилось! Вот профессионал, понимаете? Когда человек профессионал, то... То даже лопаточка не нужна. Вот. Поэтому запахи я не слышу, я не соблазняюсь на них. Я даже не знаю, чем пахнет. Я всегда у дочки спрашиваю, доченька, чем пахнет здесь? Чем пахнет здесь? Она уже привыкла на мой носик. Вот этим маслом я сейчас буду смазывать. Вы видели, да, как я профессионал? Вот этим я сейчас смазывать буду. Значит, я блины делаю всегда вот так. Я их не просто там, не насколько я их так достаю и немножко их видно, нет, вправо, влево, 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 вперед. Вот так вот гоняю, скажем так, по сковороде. Чтобы они... Ммм... Все. Получилось. Итак. Блин, я вытащила. Да? Даже немножко успела пригореть здесь, в центре. Иначе сковородочку я перегрел. Тем не менее, я вот так вот намазала этим маслом. Только с одной стороны, со второй не надо. С второй стороны, видите, он... Да, сковорода перегрелась. Вот мы его намазали с одной стороны маслицем вот этим. Все, оно растопилось. Это твердое масло, оно не будет таять. И мы его сейчас закрываем крышечкой. Берем крышку, доставим. И накрываем его, чтобы он не остывал. Чтобы гости у вас пропали не на холодный блин, а на мячий. Итак, сейчас я попробую сделать без отвлечения на вас. Без пригорания. Ключили вытяжку. Итак, поехали. Я вам покажу сейчас идеальный блин, потому что вот этот был не идеальный блин. С рукой в телефоне, в одной руке в телефон, в другой сковородку. Вообще, на одном. Блинчики должны получиться с такими дырочками. Если дырочки есть, значит, все правильно. Вот у меня есть дырочки сейчас. И уже по бокам, уже можно практически переворачивать. Видите, чтобы не видно, да, что дырочки есть. Маленькие, тоненькие дырочки. Видите? Значит, тесто правильно было сделано. Уже можно переворачивать, кстати, потому что бока подрумянились. Долго мне не надо, допустим, держать. Вот, смотрите, я беру вот так вот. Хоп. И вот идеальный цвет блинчика. Вот это идеальный. Видите? Вот, как у дырочки. Спасибо, мистер Пин. Я могу сделать лучшие дырочки в мире. Всегда. Все-таки первый блин не комный, но первый блин под гаршем получился. Прикол, да? Так. Спасибо, thanks a lot. Так, ну вот. И этот блин готов. И мы его снимаем. Вот так, то есть уже я сделала два блинчика за минутку. И маслицем намазали его. Маслицем сверху смазали. Вот он идеальненький. И накрыли его снова крышечкой. В этот момент у меня сковорода стояла, она уже разогрелась, пока я маслом смазывала. Поэтому я снова беру, каждый раз мы смазываем этой салфеточкой, снова беру салфеточку. Снова в руке именно смазываю сковородочку. И в руке держу, когда наливаю, тесто наливаю. Потому что тесто нужно распределять. Его нужно распределять до тех пор, пока оно не станет твердым. То есть просто налить тесто, и оно там застывать не должно, понимаете? Оно должно вот... Сейчас пока капает еще, я его до сих пор распределяю. Пока оно жидкое. Понятно? Да, это кокосовое твердого отжима, холодного вернее, отжима масла. Все. Я поставила его потом на сковородочку. Он сейчас только румянится в очках, значит надо уже переворачивать. И вуаля! И все очень просто. Можно выключить вытяжку. Это блины для Анжелишки. То есть это блины для тех, кто не сидит на сыроедении и кто не блюдет. На этих блинах, кстати, можно очень хорошо поправиться. Может, мне стоит съесть пачку. А то мне уже говорят, Вика, ты похудела. Так, Вика, ты похудела. I love you too, guys. I love you. Да, I have 2%, кстати. У меня 2% осталось. Ладно, сейчас я покормлю ребеночка. Положу ее спать. И потом похожу по вашим эфирам. И мы будем с вами обсуждать, кто полетенционный вам... Ему достаньте поощрительный приз. Что, штук 5 есть, да? Рецепт я выкладывать не буду. Все, я сохраню это видео. Пока не поздно. Субтитры сделал DimaTorzok.